Новая лава Интинской выдала первый уголь на гора. По такому случаю мэр города Павел Смирнов лично спустился в шахту, что только подчеркнуло значимость события. Ведь до этого момента предприятие испытывало довольно серьезные трудности с добычей, вплоть до того, что в городе опустили все угольные склады. Любовь Лапина о том, как город справился. Павел Смирнов наряду с шахтерами спускается вниз. Здесь он своими глазами видит. Кризисные моменты, возникшие на шахте Интауголь, теперь позади. Благодаря запуску новой лавы в городе Виновь началась добыча горной массы, а значит и отгрузка угля потребителям. Это новая лава 1042, которая будет работать от 4 до 6 месяцев. И насколько я понимаю, здесь запас сегодня практически миллион тонн. Мы очень сильно рассчитываем на эту лаву. Во-первых, это заработная плата, это в первую очередь. Причем хорошая заработная плата для работников компании Интауголь. Раз хорошая заработная плата, это, конечно, налоги, которые пойдут в бюджет нашего города. Ну и, конечно же, я очень переживаю за наше градообразующее предприятие. Я хочу, чтобы оно не только там работало, не только выживало. Я очень, как мэр, хочу, чтобы оно развивалось. Рабочая комиссия ее приняла 24 октября. Сегодня у нас государственная комиссия, которая принимает эксплуатацию лавы 1042. На данный момент лава в рабочем состоянии. Выехала с монтажной камеры, поехала определенное количество отхода, чтобы произошла посадка основной кровли. Ну, в принципе, для ее успешной творческой работы, в принципе, никаких препятствий не наблюдается. Серьезные проблемы у предприятия возникли в октябре. Недавно введенную в эксплуатацию лаву пришлось остановить. Всему причина – горно-геологические нарушения. В тот момент другая лава находилась в процессе монтажа. В результате простой кампании в буквальном смысле закончился уголь. Чтобы исполнить все обязательства перед местными потребителями, угольные склады выскребли подчистую. Дмитрий Добычин также сообщил, с сегодняшнего дня с предприятия сняты все вопросы и по выплате заработной платы. О том, что задержек больше нет, в мэру Инты подтвердили и личные горняки, с которыми Павел Смирнов встречается в самой шахте. Перед трудным коллективом задолженности по зарплате нет. Аванс был выплачен, по-моему, 8-го числа вместо 12-го. Сейчас просто идет наработка для накопления ресурсов для выплаты зарплаты до 27 ноября текущего месяца. По мнению Павла Смирнова, предприятие, несмотря на все октябрьские сложности, все же сможет выйти на нормальный режим работы. Даже с учетом финансового провала, который сейчас оценивается в 180 миллионов рублей. Наверстать упущенные шахтеры, возможно, смогут за счет ввода в строй соседней 1043-й лавы, которую ранее остановили. Сейчас там подходит к концу работы по устранению нарушений. Любовь Лапина, телеканал Юрген, Инта.